Год назад перед новогодними праздниками журналисты службы новостей «Волна» сравнивали цены в оккупированном Крыму и столице Украины – Киеве. Индекс «Оливье» тогда показал, что в конце прошлого года стоимость ингредиентов популярного новогоднего салата на полуострове превышала столичные цены на треть. В этом году ситуация такая. За год стоимость ингредиентов для салата «Оливье» в Киеве в среднем повысилась на 52%, отмечают экономисты. Например, в прошлом году десяток куриных яиц стоил почти 15 гривен. Теперь цены стартуют от 22 гривен. Докторская колбаса в среднем стоила 72 гривны за килограмм. Теперь стоит 126 гривен. Горошек консервированный в Киеве по нашим подсчетам подорожал на 8 гривен, майонез на 5 гривен, лук репчатый на 3,5 гривны, картофель на 2. Маринованные огурцы остались на том же уровне. Таким образом, «Оливье» для новогоднего стола в столице обойдется в среднем в 170 гривен. На уровень цен на материковой Украине в этом году влияли курс доллара, поскольку по нему закупались удобрения, а также цены на бензин. Что такое минеральное удобрение? Это импортное сырье. Но так как в этом году остановили сразу несколько украинских заводов, у нас импортные минеральные удобрения стали. Они сразу в 4 раза выросли. Некоторые в 10 раз выросли. Некоторые меняют удобрения, вообще люди не покупали, потому что цена была невозможна. 4 – это очень много. Плюс ко всему, если посмотреть, насколько подорожал бензин, да, он фактически подорожал, если взять где-то на 70%. На цены в Крыму, кроме этих же причин, повлиял и фактор оккупации. До начала гражданской блокады Крыма, перекрывшей поставки украинских продуктов на полуостров, цены там росли в среднем на 5-10% в месяц, говорит крымчанин Юрий Смелянский. После начала блокады цены в Крыму взлетели катастрофически. А некоторые товары и вовсе исчезли с прилавков магазинов. Целые огромные группы товаров просто исчезли из этих перечней. Например, свежемороженое, свежая рыба. Если пока в 2014 году показывали ассортимент, посмотрите, какой он ассортимент, по каким ценам продается, а сегодня об этом вообще никто речи не видел. Причина простая – хранить. Раз нет электричества, не работают холодильники. В Крыму ингредиенты для оливье за год подорожали в 2 раза, а яйца куриные – в 3. Стоимость овощей повысилась на несколько российских рублей. Стоимость оливье там составит почти 700 российских рублей или более 200 гривен. Крымские экономические эксперты не берутся прогнозировать, насколько повысятся цены на полуострове в следующем году. Однако, не сомневаются, они продолжат расти. Цена говядины в Крыму колебалась в порядке до 350 рублей. Сегодня это уже 400 рублей. При том, что среднероссийская цена мяса, говядины – 349. Причем 349 – это московская цена. Но в Крыму далеко не московские зарплаты. В то же время покупательская способность крымчан почти за два года жизни в оккупации упала почти в шесть раз, отмечают эксперты. В то же время для Украины прогноз экспертов тоже неутешительный. В случае стабильного курса доллара и стоимости топлива в 2016 году ценам на материке предрекают повышение почти на 30%. Продолжение следует...